Виктор Фёдорович, от нашего комплексного центра социального обслуживания сегодня у нас две снегурочки к вам в гости, и для того, чтобы квартира была уютной, чтобы уже можно было прийти на кухню, попить чаю, отдохнуть, у нас вот такие небольшие подарочки. Новосёл Виктор Фёдорович Сашин даже куртку снять не успел, как пока ещё пустая квартира наполнилась голосами гостей. Елочка занимает своё место в углу, а для Виктора Фёдоровича продолжают звучать поздравительные слова. Очень рада, что вы обрели такой новый дом, красивый, свежий, замечательный, с таким ремонтом, поэтому поздравляем вас с Новым годом, желаем всего самого хорошего. Началась эта история всего месяц назад. Тогда заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова и сотрудники Ленинского отделения центра социального обслуживания «Домодедовский» навестили Виктора Фёдоровича в его квартире. Вы бы переехали на первый этаж и на улицу бы выходили. Подумаем тогда над этим, ладно, с вами вместе. Посоветуемся и подумаем, потому что вот даже мне было тяжело. Действительно, квартира, в которой тогда жил Виктор Фёдорович, располагалась на пятом этаже. Постоянный участник различных программ активного долголетия год назад перенёс операцию на коленях и к тому же недавно отпраздновал 93-й день рождения. И теперь подниматься в квартиру для него – настоящее испытание. А потому от встреч с друзьями пришлось отказаться. Переберёмся на первый этаж, вернёмся назад туда на занятия активного долголетия. Вас там все очень ждут. Все вас вспоминают и очень ждут. И передают вам большой-большой привет. Надо всё сделать для того, чтобы вам было удобно выходить на улицу и дышать. Сказано, сделано. Через месяц герой труда, труженик тыла, Виктор Сашин, переехал в новое жильё. Администрация Ленинского городского округа передаёт вам ключи от вашей квартиры. Пожалуйста. Ремонт в квартире был сделан благодаря руководству Ленинского отделения региональной торгово-промышленной палаты. Предприниматели подарили и мебель. Из плюсов нового жилья не только первый этаж, но и местонахождение дома. Библиотека рядом, прям напротив. Можете переходить, там и шахматная секция. Я знаю, что вы играете, так что дай Бог, дай Бог, всё получится, и вы будете продолжать заниматься любимым делом. Какое же новоселье без чаепития? Вот и пригодились подарки, которые принесли с собой первые гости. За душевным разговором Виктор Фёдорович поделился подробностями своей биографии, время от времени удивляя собравшихся цифрами. Начал я работать в 42-м, а закончил в 16-м году. У меня непрерывного стажа, производственного трудового, 75 лет. Декабрь для Виктора Фёдоровича месяц, связанный с многочисленными торжествами. Теперь одним поводом собраться с друзьями за столом стало больше. Нам всем сегодня хочется поздравить вас с наступившим вашим днём рождения, раз, с новосельем, два, с наступающим Новым годом, три, и с днём энергетика, который накануне вот буквально случится. Итак, с праздником! Ура! А с нами Виктор Фёдорович поделился своей оценкой, проделанной многочисленными людьми работы. Ремонт произведён отлично. Ну, новогоднее настроение уже есть? Конечно! Отлично! Мы тоже поздравляем вас с Новым годом! Обживаться Виктору Фёдоровичу на новом месте помогут волонтёры и социальные работники. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С Новым годом!